Глава 21. Четвертая книга царств. Двенадцати лет был Манасия, когда воцарился и пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Добраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, и соорудил жертвенники всему воинству небесному, на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогнивать его. И поставил истука на старты, которые сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме Сем, и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Монасия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал, за то, что сделал Монасия царь иудейский такие мерзости хуже всего того, что делали Аммареи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мирную верфь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим. За то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манасия и весьма много невинной крови, так как напомнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие о Манасии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манасия с отцами своими, и погребен в саду, при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его вместо него. Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мишулли Меф, дочь Харутса, из Яхтбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манасия отец его, и ходил той же точно дорогою, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его вместо него. Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его вместо него. Глава 22. Четвертая книга царств. Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме имя матери его, и Едида, дочь Адаии, из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мишулламова, писца в дом Господень, сказав, пойди к Хелке, пересвященнику. Пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ и приставленным к дому Господню. А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев, и тесанных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. И сказал Хелке, первосвященник Шафану, писцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелке книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан писец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелке священник», и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои, «И повелел царь Хелке священнику, и Ахикаму сыну Шафанову, и Ахбору сыну Михейну, и Шафану писцу, и Асаии слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хелке священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асаия к Алдаме, пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Джилана выросли во второй части и говорили с нею. И она сказала им, «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которые читал царь Иудейский, за то, что оставили меня, и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие, и не погаснет. Но царю Иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал, так, как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек, на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь, за это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие, и принесли царю ответ. Глава 23, четвертая книга царств, и послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, найденные в доме Господнем. Потом встал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господнем завет, последовать Господу и соблюдать заповеди его, и откровения его, и уставы его, от сего сердца и от всей души, чтобы выполнять слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет, и повелел царь Хелки первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного. И сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и оставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах, в городах иудейских, и окрестностях Иерусалима, и которые кодили в Аалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы, от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота и Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господням в Иерусалиме, а пресники же ели вместе с братьями своими. И осквернил он тафет, что на долине сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери свадей через огонь Молоху, и отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу пред восходом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха, Евнуха, что в Фаруриме колесницы же солнца сжег огнем. А жертвенники на кровле гостиницы Ахазовой, горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенник, который сделал монасе на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в потопки дрон. И высоты, которые пред Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, а старте, мерзости Сидонской, и хамосу, мерзости Маевицкой, и мелхому, мерзости Амамицкой, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Так же и жертвенник, который в Вефиле, высоту устроенную Иераваамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, так же и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которую провозгласил Человек Божий, предрекший события сии, когда Иераваам во время праздника стоял пред жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу Человека Божия, предрекшего сии события, и сказал Иосия, что это за памятник, который я вижу. И сказали ему жители города, это могила Человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским. И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогает кости его. И сохранили кости его, и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища, высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав, потому что не была совершена такая Пасха одни из судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских, и царей иудейских. А в восемнадцатый год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и террафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской, и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел в Хелке священник в Доме Господнем. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душою своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Монасия, и сказал Господь, и Иуду отрину от лица моего, как отрину я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал. Прочие об Иосии, и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нихао, царь египетский, против царя Ассирийского, на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегедоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегедона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его, и взял народ земли, сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его, вместо отца его. Двадцати трех лет был Иохас, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его, Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны, и делал он неугодное в очах господних, во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нихао в Ривле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю сто талантов серебра и сто талантов золота. И воцарил фараон Нихао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона, от каждого из народа земли по оценке своей. Он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нихао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зибуда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодные овоча Господних во всем так, как делали отцы его. В Иерусалиме, для того, И Записнение, вalenử, и есть измотаж, и leer про того, в Иерусалиме. Продолжение следует...